Девушки отдыхают 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 Штурмовой Дрон Девушки отдыхают Штурмовой Что, ты решил здесь продержаться? Я вроде их всех перебил, нет? Да, вроде бы перебил Теперь, как вы видите, у нас здесь есть доступ к нашему транспорту. Он, соответственно, здесь выставлен и может спокойно использоваться. Ну что ж, поехали, дорогие друзья. И, как говорится, твою же мать. Я поймал сигнал-коммуникатор. Он слишком слабый, чтобы определить направление. Но кто-то там точно есть. Так, отлично. Примерно вот так мы будем их минусить. Знаете, что я хочу сделать? Это попробовать пофигариться по ним. Минус. И здесь есть некоторые места, где можно будет спускаться вниз и что-то находить. Снова сигнал, капитан. Но я все еще не могу определить направление. Есть признаки движения. Элизабет может быть еще там. Прошло всего несколько дней. Хм. Ну мы в любом случае попробуем ее найти, а там уже как получится. Она моя дочь. Я буду надеяться до последнего. Так. Они в меня немножко попадают, но надо быть поаккуратнее. Это все-таки БТР, который у нас едет. В принципе, он может быть нормальным, но он довольно хрупкий на самом деле. Кажется только, что он довольно-таки титанически силен. Но потом нам могут навешать таких люлей, что мало не покажется. Ладненько. Лучше, естественно, перебивать всю вражину. Итак, нас кто-то нашел, а точнее определил, что мы находимся где-то рядом. Это значит, что, скорее всего, здесь кто-то есть. В данном случае это люди. Окей. Все отлично. Отлично. Держитесь на расстоянии. Боже правый, Джонг. Они явно не геты. Отойдите, Джулианна. Кто вы? Что вам нужно? Капитан Шепард. Я здесь, чтобы помочь вам разобраться с гетами. Видите? Не стоило волноваться. А вы слишком доверчивы, Джулианна. Как хорошо встретить дружелюбное лицо. Боже правый, я думала, мы последние выжившие на планете. Пайдань и некоторые поселенцы из Надежды Джу все еще живы. Вы же сказали, что они погибли. Я сказал, что они, вероятно, погибли. Кеты нанесли им тяжелый удар, но они выжили. Мы знаем, что это такое. Эти проклятые синтетики не знают жалости. Я сделаю все возможное, чтобы спасти вас от них. Но мне нужна информация. Что за информация? Не обращайте на него внимания, дорогой капитан. Геты в штаб-квартире Экзогени. Дальше по Аэро-Шоссе. Эта штаб-квартира — частная собственность, солдат. Убивайте гетов, но ничего там не трогайте. Меня не интересуют секреты вашей компании. Капитан, пока вы не ушли, моя дочь Элизабет, она пропала. Лучше им не тратить время на ее поиски. Мы произведем подсчет жертв, когда оттуда уйдут геты. Это вы так говорите о моей дочери? Она еще жива, я знаю. Где ваша дочь, Джулианна? Боже правый. Она была в здании Экзогени, когда началась атака. Ах, да, там имеется несколько мест, где можно спрятаться ненадолго. Если она там, я постараюсь помочь ей. Спасибо, дорогой капитан. Спасибо. Вы знаете, какова цель гетов? Не имею ни малейшего представления. Мы точно не находили ничего ценного. О чем Экзогени нам без устали напоминает. Мы должны как-то возместить наши убытки. Ничего личного. А почему вы отделились от колонии Надежды Джу? Большинство из нас жило рядом со зданием Экзогени. Надежда Джу использовалась в основном как порт. Когда на полигеты мы разбежались. Пока вы не рассказали нам о других выживших, мы думали, что все остальные погибли во время первой атаки. Если бы мы знали, что они живы, мы бы попытались найти их. Они сейчас в относительной безопасности. Может, вам стоит пойти туда? Нет, нет, нет. Не думаю, что это хорошая идея. Мы... У нас нет транспорта. А на аэрошоссе небезопасно. Боже правый Джонг, в этом здании небезопаснее. Послушай, лучше всего нам сейчас тихо сидеть и ждать подкрепления от компании. Рано или поздно оно прибудет. Расскажите мне о колонии. Мы обосновались здесь четыре года назад. До нападения рост был стабильным. Больше всего нас беспокоило отсутствие ресурсов. Здесь нет почти ничего ценного. Тем не менее, мы справляемся. Я даже начала чувствовать себя как дома. Что привело вас сюда? Я думала, это будет началом новой жизни. Боже правый. Я хотела улететь туда, где смогу менять жизни людей к лучшему. А теперь все, чего мы добились, разрушено. Трудно не потерять надежду. Где ваша дочь, Джулианна? Где-то в штаб-квартире Экзогения. Я надеюсь. Для чего использовалось это здание? Ах да, мы переделали его в штаб-квартиру Экзогения. Там в основном рабочие кабинеты и несколько научно-исследовательских лабораторий. В Экзогении мастера переделывать все и вся. Должна же была компания получать какую-то прибыль, Джулианна. Феррес еще далек от того, чтобы вести автономное хозяйство. Оставайтесь здесь, пока я не выясню, что затеяли геты. Конечно. И, пожалуйста, не забудьте, если увидите мою дочь. Догадываюсь. Мне нравятся опасные приключения. Ну, все не настолько плохо, честно. Ну вот. Вам нужно найти мою консоль в штаб-квартире Экзогения и переписать данные с нее на этот ОНД. Все просто. Я поищу их, если будет время. Ну, благодарю за помощь. Данные могут стоить очень дорого. Ну, конечно, если мне повезет, и я все-таки выберусь с этой планеты. Расскажите о данных, которые вам нужны. Ну, это схемы новых прототипов улучшений. Я внештатный разработчик. Ну, и на некоторые мои улучшения очень большой спрос. Почему вы остаетесь здесь, если ваше мастерство так высоко ценится? Да черт его знает. Ну, может, во мне есть дух приключений, да и постоянная работа мне не нравится. Наемникам не нужно думать о сроках, планах и начальстве. Ну, пока есть на что жить. Вы имеете представление о том, что ищут геты? А, представить не могу. Да не моего ума это дело. Понятия не имею, кому могли понадобиться эти развалины. Нам пора идти. Ну, только не забудьте о моей просьбе. Странненький типчик. Ну, ладно. Посмотрим, что у него там. На его консольке нарисовано. Так. Что-нибудь интересное здесь, интересно, есть? Вы ведь сможете помочь нам. Иначе мы обречены. Ну, я, конечно, постараюсь, но обещать ничего не могу. Так. Здесь, собственно, с ними поговорить не получится нормально. Охранники экзогений тоже бесполезны. Так что, в принципе, здесь больше квестиков нет. Хотя есть здесь что-то так... А, ну, это, собственно, как раз вот этот чувак и есть. То есть, к нему на консольку прийти, да и посмотреть, что да как. Так. Теперь мы будем пытаться пробраться куда-то в другое место. Надо быть точным, выехать дальше. Можно, конечно, пешком, но, думаю, это будет долго. Плюс, навряд ли мы справимся пешком с роботами. Так что... Поедем. Все-таки. Периодически надо, кстати, просматривать вот такие вот места, углы и так далее, чтобы они... Упс. Как-то так. А, нас-таки задели. Аэро-шоссе кишит гетами. Пакет в безопасности. Мы уходим. Что-то мне не нравится. Отключите передатчик. Где-то наступают. Да отключите же, черт побери. А ну-ка. Я кого-то там видел. Сейчас разберемся. Мертвые солдаты. Ходячие геты. Кажется, у кого-то есть небольшие проблемы. Ладно, давайте спустимся пониже. Тем более, что здесь все равно ничего толком нет. Ха. Аэро-шоссе, правда, кишит гетами. Да и не только ими. Хм. Полезная штука. Если я, конечно, правильно помню, что это такое. Так, естественно, взять все. Так, давайте посмотрим, что у нас есть. У нас есть улучшенная винтовка, мститель, хренитель и так далее. Есть ли у нас что-нибудь вот здесь, что может нам действительно пригодиться? Тяжелая броня довольно неплохая. Что гладиатор, что убийца прибавляет нам одинаково, но нет. Пока что я оставлю все так, как есть. Так, физический предел. Амортизаторы. Девять защиты от физ. урона. Устанавливает здоровье плюс две в секунду. Интерфейс первой помощи. Девять защиты от физ. урона. Давайте сделаем интерфейс первой помощи. Я думаю, что это будет нам намного полезнее, нежели что-либо другое. Попутно я сейчас хочу глянуть, что у нас есть вот здесь, заместо радара. Боевой датчик, естественно, есть. Он первого уровня у нас стоит. Крупнокалиберный створл. Третий уровень обнаружения. Я думаю, поставить вот этот, как минимум. Улучшенный прицел. Максимальная прочность. Что у нас здесь? Поглощение тепла. Это улучшение, короче, очень, в принципе, полезное, но... Так. 40 токсичный урон. 7 единиц. Что-нибудь так. Химические патроны. Бронебойные. У нас сейчас стоит радиоактивный сокращение времени восстановления. Давайте сделаем все-таки химические патроны. Я думаю, что они будут намного эффективнее, нежели радиоактивные. Патрон молот. Много чего, в принципе, здесь можно изменить. В принципе, я бы даже сделал бы пару изменений, но думаю, что особого смысла какого-то я не вижу. Ладно. Так. Давайте сделаем здесь тоже химпатроны. Экипировать, естественно, потому что нам потребуется какое-нибудь хорошее улучшение. Здесь идут бронебойные патроны. У нас есть бронебойные патроны как минимум второго уровня. Поэтому почему бы не поставить синтетиком бронебойные патроны. Отлично. И сделать, в принципе, здесь все как бы поглощение тепла радиатора второго уровня. Лучше здесь, наверное, ничего и не будет. Вот. Так. Здесь подняться тоже нельзя. Геты наступают. Геты всех убили. Геты плохие. Я хороший. Окей. Как-то так все это и работает. Так. Ну что ж. Давайте-то выходить отсюда. Здесь больше никого нет. Геты всех перебили. Действительно. Мы забрали с собой просто то, что уцелело, так сказать, у этих ребят. Сами виноваты. Так. Поехали. Нам еще кетов он убивать. Просто такой четкий ваншот. Все? Я надеюсь, ребят. Или вы еще для меня что-нибудь подготовили? Ну, вроде наше авто малость восстановилось. Так что проблем, по идее, быть не должно. Вот только теперь какие-то помехи на карте, что означает, что здесь кто-то есть. Кто-то, ну, или что-то. Причем кто-то или что-то с большим количеством помех. Так. Геты явно не тратили время зря. Чего это они задумали? Тупость какая-то. Что им могло здесь понадобиться? Я тоже пока не знаю, что им могло здесь понадобиться. Быстрое сохранение у нас, кстати, почему-то не удается, видимо, потому что враги. Все же как бы рядом. Пока мы их, видимо, не убьем. Такой опасный кет. Отлично. Вот. Теперь, по идее, можно более или менее сохраниться. Вот, сохранить завершено. Класс. Ладно, посмотрим, что здесь есть интересного. Возможно, что-нибудь найдем. Я надеюсь на это. В любом случае, здесь были геты. Это значит, что что-нибудь здесь может долежать. А еще мы видим какие-то непонятные помехи. Которые кем-то создаются. Правда, здесь ни хрена в итоге не нашлось. Что, конечно, обидно. Но почему бы нет? Могло бы здесь быть что-нибудь хорошее от разработчиков, как вариант поставлено. Что-нибудь полезненькое. В любом случае, знаете, вот иногда действительно полезно обыскивать вот такие места. Вы просто можете найти что-нибудь действительно хорошее. Редкое. Но где и что конкретно лежит, я не смогу сказать. Поэтому, если я буду обыскивать какое-то место, а вы будете мне говорить, что, типа, зачем ты это делаешь, я вам, собственно, только что это объяснил. Итак, у нас есть несколько входов, куда мы можем действительно попасть. Дошифровка низкая. Вот контрольная панель. Попробуем ручное отключение. Отлично. Неисправный какой-то контейнер. Возможно, здесь нас ждут геты. А может и нет. Радиоактивный патрон третьего уровня, улучшенные прицелы, улучшенные пластины. Зами... Зами мать тщательно, твою мать! Ты тупой кусок говна, который не может даже меня нормально убить. Окей. Ну, а это было весело. Это могло реально мне стоить одной-двух жизней. Но не стоило. Ладно. Хотя можно было бы, конечно, от него просто убежать, но зачем нам это делать? Это лишний опыт. А опыт никогда не бывает лишним. Итак, штурмовые винтовки. Давайте получим все-таки уровень немножечко штурмовых винтовок, потому что у нас, ну, как-то его и так, в принципе, мало. Но так будет как раз ровно столько, сколько нам надо. Кому я трендию? На самом деле у нас все равно будет мало всего и вся, но окей. Через этот барьер мы, по-моему, пройти не можем. Вот. А другой вход, дорогие мои друзья, находится ровно там, где... Похоже, что здесь можно только спуститься, капитан. Спасибо, капитан Очевидность. Знаешь, вот я без тебя бы не догадался. В общем, сюда я ходить не хотел бы. Но это единственный способ добыть людям еду. Вот чёрт! Ой. Извините. Я думала, это гетто или варены. Теперь вы в безопасности. Но что вы здесь делаете? Ох, я сама виновата. Все побежали, а я осталась сохранять данные. А потом корабль геттов открылся, и они хлынули оттуда. Я оказалась в ловушке. Я пыталась выбраться, но путь был блокирован. Мы уйдём отсюда, как только узнаем, что задумали гетто. Гетто — это полбеды. Они установили энергетическое поле. Они не хотят, чтобы кто-то добрался до... Я пришла сюда разобраться с геттами. Мне важно знать их цели. Я точно не знаю, но думаю, они здесь из-за Торианина. Что ещё за хрен? Это местная форма жизни. Экзогений занималась её изучением. Что ещё вы можете мне рассказать? Знаете, где искать этого Торианина? Полагаю, да, но туда не добраться, пока всюду шныряют гетты. Послушайте, нам нужно выбраться отсюда. Пройти через это поле. Вы знаете, как его отключить? Не уверена. Но думаю, его подпитывают с корабля геттов. Я заметила, что геты везде прокладывают кабели. Можно пойти по этим кабелям, но это довольно опасно. Расскажите мне о себе. Я просто лаборант в Экзогене. Я прилетела сюда с матерью. Я даже не знаю, выжила ли она. Сейчас она с другими людьми из колонии. Пока ей ничего не угрожает. Она жива? Слава богу! Я думала, что я осталась одна. Пожалуйста, капитан, отключите это поле, чтобы я смогла увидеть мать. Оставайтесь здесь. Я расчищу путь. Вот. Возьмите мою карточку. С ней вы откроете любую дверь. Удачи вам. Чёрт, я случайно не туда нажал. И в итоге я не могу с ней поговорить дальше. А знаете, в чём проблема с варенами? Они атакуются через броню. Так вот, толку от них, когда у меня есть яды. Которые мне тоже нихрена не помогают. На самом деле, знаете, мне очень понравилось, как сейчас просто взяли и умерли Гарус с Рексом за секунды, так полторы. Ну, хоть на этот раз, хоть Рекс выжила, я не знаю. И то хорошо. Думаю, много вызовших мы на этой базе не найдём. Ну, много, может, и не найдёте, но, тем не менее. Так, давайте поговорим с ней до конца всех. Ну как? Как только вы уйдёте, я спрячусь и буду ждать. Расскажите, что вам известно о Ториалине? Я не так уж много знаю. Ну, по-моему, это что-то вроде растения. Оно очень старое. Может, несколько тысяч лет. Прямо вот несколько тысяч. Неплохо так. Вы знаете, почему геты интересуются Торианином? Это просто растение. Не знаю, зачем оно гетам. Его исследовали учёные из Экзогени, но, кажется, не обнаружили ничего особенного. Оставайтесь здесь. Я расчищу. Удачи вам. Ладно. Путь мы действительно ей расчистим. Нужно здесь, кстати, сохраниться, дабы, ну, не перепроходить эти моменты. И поискать что-нибудь опять полезное. Думаю, на всякий случай я возьму с собой в руки оружие. И попробую открыть вот эту дверь, которая у нас вот здесь вот находится. В принципе, с её карточкой, как она только что сказала, я смогу открыть любую дверь. Гарус же у нас, кстати, почему-то дико отравленный. Это очень печаль от меня. Чёрт, виртуал. Дай доступ к зашифрованным файлам. Кроганый идиот. Дал сам мне твой идиотский протокол. Не могу выполнить запрос. Пожалуйста, обратитесь к вашему начальнику. Чёртова машина! Быстро отвечай мне, или я разнесу твою виртуальную задницу на куски. Пожалуйста, обратитесь к вашему начальнику для получения четвёртого уровня допуска, либо сообщите... Виртуал недоделанный. В противном случае отойдите. За вами образовалась очередь желающих получить доступ к консоли. Отлично. Как раз хочется кого-нибудь убить. Ну вот почему консоли вечно предают меня? Глупые консоли. Глупый Кроган, умри. Ой, он ещё и взорвался после смерти. Какой нехороший мужик. ГРП-консоль. Экзогений напоминает всем членам персонала, что пользоваться оружием на частной территории корпорации строго запрещено. Добрый день, младший научный сотрудник Элизабет Бэйном. Чем могу помочь вам? С чего ты взял, что я Элизабет? Ваша карта идентифицирует вас как Элизабет Бэйном. Вам что-нибудь нужно, доктор Бэйном? Какую информацию запрашивал последний пользователь? Сбор данных. Предыдущий пользователь попытался получить доступ к материалам по виду 37 под названием Торианин. Сообщи мне всё, что сообщил Крогану. Мне не удалось предоставить предыдущему пользователю необходимую информацию. Он не имел необходимого допуска, к тому же новых сведений о виде 37 не поступало. Все датчики и мониторы на наблюдательном посту в надежде Джу вышли из строя несколько циклов назад. Какая связь между надеждой Джу и Торианином? Вид 37 расположен в подземных сооружениях под надеждой Джу. Расскажи мне всё, что ты знаешь о Торианине. Торианин – это простая форма жизни, растение, которое демонстрирует нехарактерные для других видов флоры свойства. Оно распространяет споры, которые могут проникнуть в дыхательные пути других организмов, включая людей. В дальнейшем он начинает их контролировать. Контрольная группа из надежды Джу продемонстрировала интересные результаты. До отключения датчиков заражению подверглось почти 85% испытуемых. Ты говоришь, что в экзогене знали о том, что люди заражены. Это было необходимо для определения возможностей вида 37. Теперь понятно, почему они вели себя как уроды. Вы должны связаться с Джокером. Джокер, вызываю Джокера! Чёрт! Поле блокирует сигнал! Нужно отключить поле и вернуться в надежду Джу. В.И., что ты можешь рассказать о корабле Гетов и о поле, которое он создаёт? У меня ограниченные данные по Гетам. Они заблокировали все датчики внутри здания. Я зарегистрировал необычные флуктуации энергии, но не могу определить её источник. Что тебе известно о Гетах? У меня нет данных о Гетах в этом здании. С момента их появления все мои датчики были намеренным образом выведены из строя. Я хочу узнать о корпорации Экзогени. Экзогени – корпорация, основанная людьми, которая является колонизатором в условиях новой галактической экономики. Экзогени финансирует развитие колоний и гарантирует право людей на использование ресурсов. Возможные запросы относительно политики компании следует направлять в информационный центр Экзогени. Кто здесь главный? Кто руководил исследованиями? Все решения по поводу анализа местных ресурсов и находок принимает местный руководящий персонал, за исключением тех случаев, когда ежеквартальные квоты превышаются или не выполняются. Данные о сотрудниках строго конфиденциальны. Расскажи мне о Торианине. ВИД-37 был обнаружен несколько недель назад, когда небольшая группа была заражена спорами во время раскопок развалин близ надежды Джу. В колонии немедленно был введен карантин и началось исследование инфекции. Через 21 день у 58% колонистов наблюдались изменения в поведении. Через 28 дней у 85%. Каковы размеры этого организма? Торианин имеет разветвленную структуру. В крупных нервных узлах он перерабатывает информацию, которую получает благодаря своим километровым отросткам. Было установлено, что диаметр нервных узлов примерно равен метру. Считается, что этого недостаточно для координации большого объема получаемой информации. Либо он обрабатывает информацию очень медленно, либо обладает мощным нервным узлом, который мы пока не обнаружили. Это разумное существо? Можно ли с ним общаться? Торианин не демонстрирует ярко выраженного поведения хищника. Распространение спор это действие, направленное на выживание, а не агрессия. Он вызывает определенное поведение в людях, но мы еще не знаем, способен ли он понимать, что они нечто большее, чем просто орудие. Он достаточно чужеродин, чтобы на данный момент быть подвергнутым классификации. Ты знаешь, как растение контролирует своих рабов? В случае отказа выполнять приказы хозяина, зараженный ощущает сильную боль. Она настолько сильна, что у зараженного вырабатывается рефлекс, не позволяющий им сопротивляться. Предполагается, что Торианин воспринимает своих подчиненных как полезное орудие. Он относится к ним с определенной бережностью, не допуская травм, как ремесленник бережет свои инструменты. Если их действия не противоречат намерениям хозяина, им позволено имитировать обычную жизнедеятельность, пока они не получат определенное задание. Где центр этой штуки? Торианин присутствует в виде переплетения отростков, разросшихся по всему ферросу. Наблюдения за порабощенными индивидами предполагают существование ключевых узлов, состояние которых и поддерживают данные индивиды. К сожалению, непосредственное наблюдение за видом 37 ограничено, либо не существует. Открой мои личные файлы. Элизабет Бэйнам, младший научный сотрудник, биомедицинский отдел, четвертый уровень допуска. В данный момент вам объявлен выговор за несогласие с руководством по поводу утвержденной политики компании. Эти санкции могут быть сняты, если вы успешно пройдете следующую аттестацию. За что меня подвергли взысканию? Ваш статус был обозначен как агрессивный. Во время выполнения операции в надежде Джу вы выразили протест проведению опытов на колонистах. В результате вам было поручено осуществлять наблюдение за безопасностью колонистов на протяжении всего исследования. Вот такие вот дела. Этого пока достаточно. Перехожу в режим ожидания. В принципе ничего нового мы у него уже не узнаем, поэтому можем отсюда отваливать. Так, давайте сохранимся. Естественно, куда же без сохранения-то. По 20 раз проходить уже не хочется, поэтому будем аккуратно. Там кто-то есть. геты, которые укладывают здесь все. Минус один. По сути, минус второй. судя по всему, эти опоры крепят корабль к стене здания. Не слишком-то аккуратно геты паркуются. Как отключить питание, если оно поступает с корабля? Как бы их расхреначить? Давайте проверим остальные. Уж где-нибудь эти уроды облажались. Будем надеяться, что это действительно так. Что ж, мы опять можем здесь только спуститься, больше ничего здесь сделать не сможем, насколько мне не изменяет память. Они сожгли людей сволочи. Какой-то светящийся шар непонятный. Здесь очень спокойно. Как думаете, неужели геты использовали это помещение в качестве храма? А вот на то мне покласть. Покласть я хотел на детские обычаи. Какой ты у нас сегодня, а? так, ладно. Черт. Кое-как умудрился проскочить ураган, молот, телохранитель. Отлично. Покласть ему, видите ли, на детские обычаи. Ишь ты. Покладун. Ладненько, давайте попробуем пробраться куда-нибудь подальше. Здесь у нас помехи, значит, где-то рядом у нас геты. аусь. Аусь. Так. Красавчик, сам себя взял у хайдокала, идиотина. Ой, дурак просто, ой, дурак. Так, я вот не помню, что это за штука, но как-то вот эту штуку можно снять будет. Так, нам в эту сторону, вверх туда, значит, пойдем в обратную, естественно. Зачем нам идти куда-то в другое место, если мы можем пойти в обход, возможно, найти что-то интересное, а может и не найти, тут как бы раз на раз не приходится, но мы найдем гетов, видимо. Ага. ручное отключение. Как-то было совсем легко, я бы сказал. Тяжелая исследовательская броня. надеюсь, ребят, накосячите где-нибудь с кем-нибудь. Где ты, мразота? Это гад бесит. Прыгает и прыгает. Так, все? Ну, вроде бы все. Какие-то консоли, консоли, терминал, ручное отключение, как всегда, конечно. Куда же, мать его, без этого? Так, твою мать. Опс. Недостаточно унигеля для отключения. Вот это хреново. Хреново, мои дорогие друзья. Ладно. В принципе, мы, кстати, не добивали тут народ, я так смотрю. Так. Это опора такая же. Нам нужно продолжать поиски. Хм. Меня даже сохранили. Значит, нам точно сюда. Ладно. Тогда бежим назад, пока есть такая возможность. и выполним там квестик, который мне нужно было. Видимо, это, скорее всего, квестик, связанный с хорошей штученцей. О, поняли, о чем я. То есть, то, за что нам обещали хорошенько заплатить. Здесь, естественно, тоже есть геты, ну, или кроганы. Кто-нибудь здесь в любом случае будет. в данном случае это куча кроганов. Охренеть, они меня просто поимели, как не знаю кого. Выжил только кроган, потому что кроган это кроган. Больше никто не выжил. Блин, надо было сохраниться перед тем терминальчиком. Слишком уж он жесткий. Интересно, сколько нужно унигеля, чтобы его открыть? Переработать унигель, 22 унигеля. Нет, в принципе, я думаю, взять все. Так, давайте поглядим, что нам, в принципе, не нужно. Переработать унигель, конечно, да. Штурмовая винтовка лансер, нафиг. надо на первого уровня. Мститель первого уровня. Тоже нафиг надо. О, 25 унигеля. Для служебного пользования тестовые образцы должны были прибыть еще три дня назад, но нет колонии, нет грузового корабля, никаких известий не было. Мы подозреваем, что образцы стали неуправляемы, поэтому рекомендуем прекратить какие-либо контакты с колонией на докрусе. В случае, если ее найдут, ничто не должно указывать на нас. Ха, обломитесь, но теперь я знаю, что вы, в общем, что вы, это вы, и вы как-то ответственны за колонию и всякие различные плохие опыты. Так, давайте возьмем дробовичок. Дробовичок, дробовичок, дробовичок. Там, конечно, у нас сейчас установка на дробовичке, чтобы мы били получше этих ребят, но я думаю, что мы и так сможем это сделать. Кстати, давайте на слоты умений поставим с вами. Я вот не помню, можно ли, нет, только умения, да. Вот мы можем на единичку оживлять наших напарников, на двоечку устанавливать себе щиты, насколько мне не изменяет память, так что попробуем это сделать. А еще мне не нравится то, что кроганы на меня решают обычно быстро выйти. Сохранение не удовольствует. Конечно. Так. Да пошел ты. Ха. Ну как он так выжил-то? Гаруса там просто не знаю, во все отверстия пофигарили беднягу. Так, скачать данные. После нескольких секунд загрузки вы получаете данные Гевина Хосла. Дешифровка, ручное отключение. Все как всегда. Завершено. Получили парочку хороших вещичек. Классно. Так. Я вот кстати не помню, а как мне полечить нашего хорошего друга Гаруса. удержание позиции все это проще. Можно вообще прописать, чтобы они по автомату удерживали позицию, но ладно. Так, зачем-то я кидаю гранаты. Наверное, это очень полезное действие, но только не в этот момент, правда говоря. Ладненько, нас там сохранили, значит, у нас действительно в ту сторону нужно пробежаться и попробовать все-таки что-то выполнить. Мне просто интересно, что там именно такое интересное. Что там за супергет вот этот. Непонятненький немножко. Давайте здесь сохранимся и побежим попробуем его убить. Так. Надеюсь, он сейчас взорвется. Отлично. Тот момент, когда Шепарду больно. так, ну здорово мы благо восстанавливаем сейчас довольно-таки шустро, так что все в этом плане по идее у нас хорошо. Похоже на какую-то изоляционную лабораторию. Кому надо отсоединить хотя бы одну опору. Угу. Я тоже так думаю. Так, давайте сложный ящичек. Нужно его попробовать открыть с первого раза, естественно. Ну, там, как говорится, как получится. С первого раза, как вы видите, мы его не откроем. Со второго. Так, взять все пока что. Терминал, низкий уровень навыка. Достаточно у меня навыка, дабы взломать этот терминал и узнать что-то интересное отсюда. Так, ручное отключение. Давайте опять сломаем. Отлично. Личный журнал доктора Гаморла. Я не доверяю группе Цербер, они хорошо нам платят, но если это выйдет из-под контроля до того, как мы разработаем противоядие, это будет просто глупо. Вряд ли они скажут нам, для чего им нужны образцы и почему они хотели их отправить систему Матана. По моим данным там нет ничего интересного. Вот нам дали еще одну зацепку. Вы нашли записку для ремонтника, прикрепленную к консоли, чертова дверь в ангар снова накрылась, отлично работает при давлении 30 атмосфер, при 34 срабатывает аварийное отключение, но если давление находится в пределах 31-34, двери захлопываются с такой силой, что можно резать стальные балки. Почините ее, пока кому-нибудь из моих ребят не проблема в том, что эти идиоты как вы видите, как раз таки попали именно в такую дверцу. Итак, нам нужно решить простую задачку, соответственно, что плюс что плюс что будет равняться нужному нам. Ну, а так как я не помню, что плюс что плюс что будет равняться нужному нам. Вот. Внимание, высокое давление. Хдыщ. Упс. Кажется, у кого-то проблемы. А теперь вопрос, мы что, так высоко поднялись? то есть, серьезно, мы вот... капитан, поле сейчас отключится, теперь нам надо разобраться с Торианином. Отработка по мне. Сначала гетов покрошили, теперь землетрясение устроили. Не теряйте бдительности, внутри базы могут находиться еще геты. Повторяю, Нормандия вызывает группу высадки. Вы слышите меня? Это Нормандия, группа высадки, прием. Капитан, не пугайте меня, отзовитесь. Это вы, Джокер? Как обстановка? У нас непредвиденная ситуация, капитан. Колонисты все как с ума посходили, долбят по корпусу, пытаются внутрь залезть. По виду чистые зомбики. Вреда они не причинят. Мы возвращаемся. Просто сидите и ждите. Ну ладно. Вас понял, капитан. Будем сидеть и ждать. Делов-то. С минуты на минуту сюда заявятся геты. Держимся вместе и выходим одной командой. Ну что ж, а теперь наша основная задача немножко изменилась. Геты действительно сюда скоро заявятся. Здесь у нас слишком низкий уровень расшифровки навыка и все проблемы таким образом мы не решим. Я не помню, что там за данные, но к сожалению, сейчас я в любом случае их не найду. Ладно, не важно. Суть не в этом. Суть в том, что нам приходится сейчас сматываться из этого гребаного здания. На всякий случай, естественно, лучше взять пушечку с собой, дабы сопротивляться гетам. Но шутка юмора не в этом. Шутка юмора в том, что нам нужно будет кое-что изменить и кое-что сделать по-другому. Так, ладно, сейчас я попробую все это дело сделать. Нужно уходить отсюда, здесь небезопасно. Мне нужно кое-что узнать. По-моему, вам известно больше о Торианине. Я боялась. Я хотела помешать исследованием, но мне угрожали. Сказали, что я буду следующей. Когда геты напали, я осталась, чтобы послать сообщение в Министерство колоний. Я пыталась сообщить им, где искать Торианина, но питание отключилось. Я не хотела этого. Вы сделали, что смогли. Я помогу вам, если вы скажете, где Торианин. Торианин под надеждой Джу, но вход туда блокирован. Колонисты закрыли его грузовым кораблем как раз перед нападением гетов. Но почему геты ищут Торианина? Зачем он Сарану? Он обладает контролем над сознанием. Этим как раз и интересовались в Экзогене. Нормандия вызывает группу высадки. Связь есть? Что там, Джокер? Мы перехватываем переговоры гетов. Похоже, они направляются в вашу сторону. Спасибо за предупреждение, Джокер. Вы слышали? Давайте выбираться отсюда. Я иду с вами. Я могу помочь. Исправить то, что натворила. Как-то так. Но на самом деле, чтобы действительно все это дело исправить, нам нужно будет сделать, как я уже сказал, еще одну маленькую вещь, а именно... Блин, я даже не знаю, как бы вам объяснить так. В общем, шутка юмора в том, что мы не должны никого убивать. Вот как-то вот так вот. Ну, по крайней мере, если мы хотим быть героем и все дела. Потому что если мы не хотим быть героем, у нас будет некоторые проблемы. Так. Пушает, увеличивает выручку от продажи в магазинах на 5%. В магазинах предоставляются скидки 5%. Отлично. Боевая броня. Давайте прокачаем единство. Оно нам чуть-чуть поможет. Оживляет погибших. Плюс ко всему снижение точности идет. Ладно. дополнительные точности в секунду. Увлечение максимальной точности на 7%. Увлечение здоровья на 7%. 5 длительных урона от всех умений и навыков. В общем, все классно. Пока что мы 4 палки героя и 2 всего лишь полоски злодей. Что ж, я думаю, это хорошее начало. Хорошего дня. Осталось только кофейку налить себе да попить. А вот. Ну, а чтобы вы сильно порадовались за нас, дорогие друзья, я думаю, что начну следующую серию скоро. И да, на этом эту серию я завершаю. Всем спасибо за просмотр. С вами был, как всегда, Дезертир. Всем пока.